ПЕСНЯ Господи Божий наш, благослови нас на эти занятия, открою наш ум к разумению Божественных Писаний, чтобы мы были не только слушателями Слов Божественных, но и исполнителями. Амин. Амин. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 3 стих. Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя у вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены к толкованию. Самого себя делает как бы членом Коринфской церкви и беспокоится о ней. Ибо говорит, поскольку я похвалился вами, то убоялся, чтобы не посрамиться мне, и потому послал братьев, чтобы похвала моя не оказалась тщетной. То есть да не изобличится похвала моя вами, как пустая и напрасная. Ибо я, говорит, восхищаясь вами перед всеми, восхищаясь вами, перед всеми хвалилась и перед ними. Итак, если покажете себя не таковыми, не такими, стыд будет общим. Впрочем, не во всем, а только в всем случае. То есть да не посрамлюсь в одном предположении моем касательном милостыне. Но чтобы вы были приготовлены, как сказал я и Маккедонянам, что в Акхае уже все готовы, и ни в чем у них нет недостатка. Все слышали? Ну, кто-нибудь скажите, в вашей жизни, если этого не было, то как это могло быть? Чтобы вот эти слова от нас исходили. О чем речь идет? Как часто так бывает? Говорят ли это священники сегодня? Ну, если нет, то опять молчание. Скажите, я не восхищаю право говорить, но раз молчание, об этом тут я плыву тогда. Он говорил о том, что нужно помогать денежками. И поэтому, когда придут люди, там посылают хита, там лука приходили, похвалился они. У нас денег нет, получки нет, ничего нигде нет. И они вот получили две фиги. Он делает себя как будто бы он член Каримской общины. И мне стыдно за вас. Похвалились им. Я опять скажу о том, что когда собирали деньги, сибирское библейское общество, они готовят перевод на горно-алтайский. Там шор в США, айроты на них. Ну, а они поздравительно всегда слали библейское общество. Я пригласил гостей. Они приехали, и Булатов, Алексей Владимирович, кажется, вот, он до самого Дальнего Востока все это вот. Крупный псалтырь написан, это все от них. Ну, я объявил своим. И потом они еще раз приезжали, это два раза. И он говорит, вы у меня вышли по всей Сибири на первое место. Знаете, как это приятно слышать. И он сразу на следующий раз привез американцев, кажется, отроить, показать нас. Что, а бабки-то, у нас ни одного миллионера-то нет, ну, может, у кого-то там, у одного-другого. А остальные это все пенсионеры. Люди жертвенные. У нас как только объявят, ну, такой-то там девочка родилась, нужно там купить или коляску, или... Прямо сразу все, сразу люди. То есть я в этом вопросе хочу сказать. Нас это в этой жизни делает достойными доверия и в другом. И поэтому с теми, которые не так понимают, как мы, но видя нашу щедрость, они делаются как подкупленные. Смотри, вот маленькая такая община, смотрите, как помогли. И они сразу говорят, купили там четыре компьютера, людей отправляют в Санкт-Петербург, учите еврейский язык, чтобы на их язык перевести. Айротом на их родном языке. Вот как. А привез американцев показать им. Вот здесь вот, видите, какие жертвенные люди. А они у нас побыли, только сказали, какие у вас женщины красивые. Я говорю, то платки красивые. Нет, не платки. Это же все видят. Зашел как-то ректор университета занятия вел в АГТУ. Вот, видите, АГТУ кончал. Сколько сейчас, не знаешь, там тысяч? Тогда было 18 тысяч студентов. Шесть. Сколько сейчас? Шесть. Шесть тысяч? Как так? Что-то мало поступает? Да. У-у-у. Там из 18 стран были абитуриенты тогда только, другие где-то. Ну, Евсеньев Владимир Васильевич был. Там фотографии есть, мы стоим. И он пришел, и потом, когда вышел, он говорит, а что за люди у вас тут? У него в университете 410-я аудитория, корпус В. Я говорю, да как это все, ну, то это и милиция, и КГБ, и администрация краевая. Я не про это. А что? Да у людей лица такие сияющие, свет издают. Я говорю, у кого? Да вы еще не видите ничего. Он считает, что я должен видеть. Я говорю, нормально, он сидит и там записывает. Он говорит, э, нет, я у студентов никогда этого не видел. А у нас лампочка горит, все, и он увидел лица людей. Это непросто. Однажды ко мне зашел Исаев, директор красного магазина, в то время главный магазин Барнаула был. А мы здесь под елкой ведем занятия. Он только зашел, сразу остановился. А что это у вас за территория такая? Я говорю, территория этого. Ну, как судился я и вышел. Да не про это. А вы разве не видите? Я говорю, что? Это особая аура у вас. Аура? У нас такого слова нет. Я делаю выше, не знаю. Я зашел, я сразу убил. Какое сияние здесь в видеорабиги. Что-то нужно было ему прийти. Там списанные, чтобы мне отдать. Директор. Первый раз он здесь. И сразу эти слова. Отрицать я не могу никак. А что это? Благодать Божия. Люди совершенно не нашего круга. Никогда они не были ни одного дня. А придя, они сразу подметили, что это необыкновенная обстановка. Мы понимаем или нет, что нам, когда Господь дает, вот бываем на литургии. Вот как был архиерей. Люди, где он смотрит все. Я бы приехал только за то, чтобы архиерейскую захватить службу. Православная, с другого конца страны. Ну, видно же было. Те, которые были у нас. Ты же был, когда архиерей тут был. 32 человека у нас причастились. И как он выходил, как слово говорил. Святых-то узнавали не потому, что они богаты, а потому что... Помните, Серафим Саровский как? Ну, а что такое сияние, он говорит, а разговаривает с Матавиловым. Там один был как помещик, или как его назвать можно. Кажется, Александр Николаевич. Он говорит, ваш святой, у вас сейчас радуга. Серафим сразу увидел. А когда кончилось, вот сегодня, вот представь себе, ты в алтаре. Тебя позвали там благословиться. И вдруг ты выходишь, крылья распустил. И вот так Серафим. Его выводят за руку. А он в этой, по-нашему сказать, в прострации в этом. И только увидели, что у него сияние идет вокруг него. А что, служба кончилась? Тут не дождешься, когда кончится. А тут ему кажется, что она и никогда не должна кончаться. Но это не один человек описывает. Так что, уповая на Бога, мы скажем, сегодня нам Господь позволил открыть Слово Божие. А оно осеивает нас. Не то, что мы такие. Слово Божие делает таким. Поэтому, услышали, будьте жертвенны, если возможность есть. Где? Где-то, кто-то. Надо узнать, сегодня многие обманывают. Одна писала, трое ребятишек, я одна осталась, ребенок больной. Батюшка тут просчитал одну. Для лечения требуется, кажется, 6 миллионов долларов. А то в уму не подсчитывается. Да зачем ему жить-то? Да и он, какой будет-то? А что делать? Благодаряще Богу довериться. Просят где-то. Я на вокзале. Я не могу уехать. Я говорю, я второй раз тебе беру. Ты все еще не уехал вторая неделя. Он попал ко мне на дом. Его кто-то послал ко мне. Ну, я его накормил там картошкой, хлебушка дал. И все. Дал ему что-то, визитку. Он только вышел и бросил сразу. Он на вокзале околачивается и врет всем. Тоже надо быть благоразумным. Пошли. Четвертый стих. И чтобы, когда придут со мной македоняне и найдут вас неготовыми, не остались стыдемы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Плакование. Снова обращается к тому же и с большой силой выражает беспокойство, убеждая их человеческими соображениями. Ибо больше стыда, когда кто срамится перед чужими лицами. Может быть, говорит, вы рассчитываете на меня, как знакомого вам. Но подумайте о македонянах, которые, быть может, придут со мной, что вероятно. И найдут вас, не сказал он нежелающими, но не готовыми. Ибо и то стыдно, если вы не готовы и скоро не можете собрать, тем более стыда, если вы ничего не собрали или собрали менее надлежащего. Но говоря, чтобы не остались в стыде, мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью, смягчает речь свою. Не во всем, то есть, постыдимся, но только хваление относительно милосты. Ибо прочие, касающиеся вас, безукоризненно. Говорит же это не для того, чтобы польстить им, но скорее с тем, чтобы сделать их более усердными. Дабы похваляемы во всем и в этом не оказались недостойными похвалы и ниже самих себя. Словами не говорю вы, показывают, что они больше будут посремлены, нежели он. Ибо это их грех. Под частью же, разумеет, основание. Или самое дело, или существо похваления. Видите, сколько речи, он на одном месте буквально. Придут самые македоняне, я вам обещал. Ну, тут люди очень жертвенные, они дадут столько, и там голода уже не будет. Закупим там ни один вагон пшеницы, перемель. Примерно, я говорю. Пришли, а там ничего нет. Я уж не говорю, что вы. Ну, мы-то пообещали, что уж раз мы туда идем, то там приготовили, заранее собрали. А как вы собирали деньги? Я могу сказать, как. Потому что мы собирали. Ну, а сколько, давайте, говорю, у меня на квартире три студентки живут. Вот сестры, две сестры и студентки, которые с ними там были, там, ну, тоже сколько домов, еще тут двое-трое. Двадцать пять рублей на питание. Как пойдет? Теми деньгами тогда раньше. Хорошо. А теперь десятину платим мы. А вы-то нет, у вас работы нет. Но, десятина Божья, а это наша. Затул говорит, положи рядом деньги, чтобы тебя не украли. Эти деньги в Господе охраняет, ангел стоит. А этот, а мои-то рядом, все ангел-то отмахнет их, кто будет лазить-то. Так и получилось. Получилось, что мы потратили, там, 17 рублей. Теперь, которые 7 рублей, мы отодвигаем заранее, они уже нам принадлежат, к тем деньгам, которые десятина. А когда у нас еще больше людей, да мы занятия ведем, у нас быстро набиралось. И куда же мы такие деньги девали? Я вам рассказывал, Александр Дмитриевич Донгов был у нас, Надежда. Помнишь его? А, Нина, жена была у него. Вот он исчез. Нету, а где он? Нету. Год, два, три уже забывать стали. Бат, съявился. Саша, а где ты был? На севере. А что? Там деньги платят. А что делать? Золотые прииски, набульдозили. А-то очень хорошо платят. А ты десятину платил, десятину? Да, конечно, где-то там и храмов нету даже. Так а мы тебя принять не можем, чтобы проклятие не легло на нас. Ты Бога обкрадывал. Надо подсчитать. Ты можешь подсчитать, какой зарплаты был отдан? Конечно. А можешь подсчитать десятую часть? Да. Вот пока ты ее не отдашь нам, мы тебя не примем. Я отдам. Он подсчитал, вот у меня как раз столько на книжке. Ну, снимай. Назавтра он пришел. Такая пачка у него денег-то. А теперь мы к ней не прикасаемся. Наша отпечатка нет. Пойдем дальше. 144 северо-западные отделенные баптисты. Кажется, тебе знакомые такие люди, да? Пошли к ним. И там видосик его, что ли, по мере была. При свете. А они печатали. Не они, а через них. Они отправляли в Латвию. И там где-то в подземельях работали люди. И мы туда деньги отдавали. Конечно, к нам отношение сразу изменилось. Они своим всем рассказывают, показывают. Смотри, православные, как. Когда строили баптистский дом в Афрунзе. А батюшка камечек. И он им помогал. Он настоящий работник где-то. Так они потом уже дом построены. Они все показывали людям. Православный у нас. Тогда мне священник был. Видите, как Господь устроил. Мы не заблуждением строим, а к тому, чтобы звучало Слово Божие. А Слово Божие звучит, когда люди расположены, видят. Вот мы об этом сейчас считаем. Заметь, Павел, как осторожно идет. Я приду, а вы не готовы, меня подставили. Нет, это... Вы тоже виноваты. Так не говорили, но так понятно. Пошли дальше. Пятый стих. Посему я почел замужную просить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово. Так, это... То есть люди-то уже идут. У Павла своя комиссия идет. Люди из Македонии. А он тогда вперед послал своих, Титая, других. Идите, скажите, чтобы собрали деньги в одно место, чтобы при нас с шапкой по кругу не ходили. Понимаете, какое дело? Простое, кажется, деньги собрать? Нет, не простое. Ну нет, отстань от меня. Что ты? Иди, заработай сначала. А тут не так. Заранее мы придем, чтобы в одном месте лежало. Пошли. Как благословение, а не как побор толкования. Дабы не показалось, будто противоречить сказанному выше, для меня я злищно писать вам. Между тем, как теперь, опять говорит о том же. Рассуждает уже о щедрости и о совершении дела с радушием. Для чего, говорит, и послал я братьев. Побуждая к двум противоположным делам, именно чтобы подали в изобилие и с радушием, весьма мудро переходит к тому и другому. Ибо сначала говорит о радуши и при покаянии, а потом о другой статье. Подаяние, говорит, есть благословение, ибо никто не дает благословение с огорчением. Показывает и плод непосредственно из всего произрастающего. Подающие исполняются благословения. Впрочем, и этим не ограничился, но присовокупил, а не как побор. Не думайте, говорит, будто берем это у вас из крестолюбия. Напротив, желаем доставить вам благословение. И так, подающий милостыню по принуждению, как бы заражен крестолюбиям. У нас это неприятность-то была. Готовили к изданию первые твердомья. И одного, кто-то дядя, или что дома. И он взял, продал, и теперь я вкладываю деньги. Вкладываешь ты, молодец. Похвалили, все. Три дня прошло, деньги мне надо. Да как же, мы же отдали их. А отдали не туда мы, отдали мы. Сказали, куда. В это время появилось сведение, что одна семья в плену находится. Требуется выкупить ее. А там миллион было. Что делать там? Вопит прямо. Я говорю, немедленно собрать и вернуть. Куда мы заплатили, тебя не тронешь, люди уже на свободе. Уже приехали благодаря от нас. Не выскажешь, как. Найти. И вдруг, прямо как с неба Бог опускает. Сколько? Четыре порции. Сразу не принимают столько. И Лена сразу отправила. Покрыли все. Он такой невоздержанный был. Везде лес. Я говорю, ты с неба сорвал это. Больше у тебя ничего брать не будем. И он сейчас разрешили быть у нас на молитве. Но нигде рот не раскрывает. А нам Господь говорил там. Вы там сделали? И вернули еще столько же почти. Ну, типографию. А типографии сразу потребовалось 5 или 6 миллионов. Вот сейчас готовим к истинному православию. Не знаю, удастся или нет. Но остальное вы видели, как Господь делает. Богу доверяешься. Ну, тут даже я заколебался. Как быть-то? Ему отдать надо. Он прямо криком кричит. Я говорю, к утру найти надо с вечера. И к утру у нас деньги появились. Или сразу раз, 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 там передачу за передачей миллион. Все. Больше никогда от него не брать. Вот эта ситуация, как бы, входит в это. Это не побор. Это добровольное. У нашего батюшки есть грамота такая. Сгорел храм. Кажется, в Томской епархии. Батюшка тут, видимо, собирал. Может быть, в Барнауле. И люди помогли. Храм построили. И батюшке пришла телеграмма на бланке епархии. Их Ростислав. Он не митрополит, наверное. Благодарит за участие в восстановлении храма, шлиф, бор, былы. Это дорого все. Перед Богом. Не на плохое. Поехали. Шестой стих. При всем скажу. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Толкование. Переходит к другой статье, что нужно подавать щедростью. И говорит. При всем скажу. То есть присовокупляя к сказному. Что не должно подавать с бережливостью. Не сказал скупо. Но употребил благороднейшее наименование бережливости. Само же дело назвал сеянием, чтобы ты тотчас обратил взор на воздаяние и понял, что более получаешь, нежели даешь. После речи о подаянии и щедростью опять напоминает о подаянии с радушием. Это показывает, как и выше сказано, слава сеет щедро. Сей, высевай щедро. Поэтому будешь что-то ждать. Я вот сегодня о чем говорю. У нас жены почему-то не влияют на мужей, когда нужно. Почти нигде. А ведь вы так много можете. В ваших руках не только день, но и ночь. И видит он, теряет, ну вера-то совсем. Или он там встал на сторону враждебную, там разносит всякую мерзость. Вот я могу даже показать. Сколько возможностей было, почти никто нет. А жену они склоняют на себе. Даже может они ее не учат. А глядя на них, она охладевает, охладевает. Это плохо. Скольких мужей спасли. Вот про один город я читал где-то. В Германии осажденный город был. Ну выберись и сел. Раненые там все. И правитель сказал, я оказываю вам щедрость, я живьем вас отпущу. Но только столько с собой можете взять, сколько женщина унесет. Город должны освободить. Завтра последний штурм будет, мы город сравняем с землей. Все жилища сожжем. Но вы знаете, чем закончилось? Когда открылись городские ворота, он попятился. Каждая женщина на спине у себя несла своего мужа. Вот вообразил себя раненый, кровь течет. И она его несет, спотыкается, поднимается. И он войскам дал указ немедленно отставить город и уйти. Этот город как примерно тысячелетие вперед пойдет. Сумели бы мы это подумать? Конечно, было заседание, думали, как будет, что будет, что взять с собой, ничего не взять. Я беру этого героя. Представь себе, уходишь рано утром из Потеряевки. А это может быть такой, кинуть лозунг, все православные и прочие должны исчезнуть. Что ты возьмешь? Тебе уже на сегодня пример. А у них примера-то не было. Может были какие-то неурядицы, все было, все забыто. Все остальное нажитое. А его я никогда не вернул. А он идти не может, израненный, дома лежал. Я когда прочитал, это невозможно. Насколько достоверно, говорят, город другой был тоже в осаде. И, ну, нет никак, штурмует со всех сторон. И какой-то генерал был, все это уже запущено, город сдавать надо. И вышел какой-то там младший лейтенант, наверное, и говорит, дайте мне власть, главнокомандующий, я спасу город. Да как ты спасешь, и сил-то нету. Спасу. Ну, это ты думаешь, терять мне еще, давайте сделаем. Он расставил так, и не стал сидеть ждать, а ударил набегом и разбил им станок. Враг отступил. Ну, тут заседание из других городов. Это как спасли город. Вот он главный герой. Так его долго помнить будут. Ну, еще долго, следующее поколение забоет. Надо что-то сделать между собой, говорят. А как? Он нас только канонизирует. Вот нужно что-то обвинить, его в ересик, а потом снять. Но за это время казнить. И его будут как мученика чтить все годы. Насколько уж достоверно, но по-православному, да так. Нам сначала его надо мучеником сделать, а потом чтить будем. Седьмой стих. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Толкование. Останавливается на речи о подаянии с радушием, зная, что пример македонянам достаточен, чтобы побудить их большему подаянию и пристыдить их, если окажутся ниже тех. Врачует же ум их, чтобы совершаемое ими дело было добродетелью, ибо вынужденное не есть добродетель. Поэтому, как истинный учитель, хочет, чтобы ученики его, делая что-нибудь, делали то так, как требует добродетель, и при том добровольно, чтобы награда им была полная, ибо сделанное по принуждению теряет свою награду. Поэтому, говорит, каждый подавай по расположению, а не с огорчением и не с принуждением, приводит свидетельство и свидетельствует Соломона. Хотя в изречении Премудрого говорится о щедрости, но он относит он и к подаянию с радушием, ибо если хочешь, кто и другой вместе. Ну, да, принуждение, где-то как-то, десятина этого мертвого уже, она не касается, а это сверх того, сколько сможете. С десятины ее нельзя не убавить, ничего продавать, можешь, она Богу принадлежит. Некоторые начинают, а так беседуешь, интересно, эти баптисты другие не платят. Я говорю, а как тогда? Ну, пак, кому надо, добровольную дадут. Десятина не добровольная, а она как вот налог. Тебе налог наложили сколько? Или за электричество платить? Тут даже толковать не надо, или платишь, или отключают тебя. Я тут прочитал про одного дачного поселка. Ну, и послали, не платит никто электричество. А нет денег-то, нету. Ну, и послали электрика, там, главное отрубить. Он полез туда, мужик вышел с ружьем. Ты что делаешь? Отключать послали. Не отключай. Мы же платили все время. Чем платить-то? Он работает на шинном заводе, мы отбокали садали, больше ничего нет. Ну, сказали, я сказал, не трогай. А что ты командуешь-то? Меня послали. Палец только два шага сделал, мужик из двустволки, как шарахнул. До самой ночи не сел на когтях там, мертвый. Все, больше не стали трогать. Я не призываю ни к чему, но события случилось. Власть это думает или нет. У меня все на электричестве. И как я теперь буду? А вы не платили. Не платили, платить нечем. Помните этот период был какой? Страна разваливалась. Я недавно только дошел до этого. Кто делал революцию? Люди одной нации. В пломбирном вагоне. Никуда это? Журнал Алтай. Это центральный журнал писателей Алтайского края было. Из 145-138 одной национальности. А теперь, когда коснулось через 72 года, делить, все пошло этой нации. То есть, 72 года работали на нее. Я только на днях понял это. А как получили? А делили в Америке. Так, ваучеры прошли. Прошли. Кто? Да люди что читают. А мы за бесценок отдавали. Ну, а которые купили тебе золотые прииски, электроэнергию у другого, у третьего алюминиевый завод. Ну, и проще так пошло. Вот так. Ну, Березовского слышали? Он говорит, я проснулся. А с чертежником работал. Чертежник. Что у него там? Бумага, ватман. Я, говорит, в окно выглянул. Там, кажется, 2800 машин. Все мои. Вот и все. Где Леша-то как шел? Все мои. Конечно. Он полез уже куда не надо. И стал угрожать там и в Америке, в Англии, королеве. Убрали. Но остальные это. Гусинский бежал. Разрешили уйти. Миллионы. Потом миллиарды. А теперь стали соревновать все, кого быстрее накопления идут. Работали на них. И они к этому подвели. Какой далеко идущий был план. Я где-то неделю назад только дошел до этого. Люди, которым делили. Одной национальности. Страну разделили между ними. Те, которые делали революцию, а это их внуки. Вот кум. А у нас. Я когда прочитал мальчишки. Ребенок у тебя растет. Ну, в школу там где он? У бабки. У бабушки там будет. Что он это будет делать-то? Под ногами мешать. Сейчас еще на руки возьмешь. А дальше его уже не поднять. Он сытно питается. Ну, так вот, ну. А у них не так. Его отправляют к деду с бабкой. И говорят. У тебя товарищи все на курорты поедут. Так? Да. А я... А ты нет, сынок. Внучек. Не забывай. Тебе управлять людьми надо всего мира. Ты это недельку отдохни. Сейчас уже мы наняли репетиторов. Ты сразу два языка будешь изучать. Дальше. Он в пятом классе экономику будешь сразу изучать. Вот и все пошло. Это сегодня, а не так делать. Что ты можешь ждать? Я-то мной пришел. У меня внучка качели сделает. Вот и все. Польше ничего нет. Качели сделай безопасными и прочее. Ты управлять будешь всем миром. Вот один. А то уже как рассказ такой. Пришел и говорит. Деда. А у нас в школе записывали кто какой нации. Я сказал. Я русский. Русский? Да какой же ты русский? Ты называешь себя. Ты же знаешь. Знаю. Я не хочу больше так быть. Все на меня пальцем тыщут. Я русский. Он говорит. Хорошо. На завтра садится за стол. Они курочку едят. А ему картошки дали. Что ты русский? Другого нету? Накормили. Вечером он приходит там. Пошел когда. А дед ему стольник давал. 100 рублей. А этот день дал только 3 рубля проехать на автобусе. И он вечером пришел за стол. Один день как побыл русским. Как я вас ненавижу. Вот и все. Пошли. 12-14 стихи. 8-й. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богатые на всякое доброе дело. Толкование. Этими словами опровергает умствование, которое имеют многие, когда говорят. Если подам много, то боюсь, чтобы самому не сделался бедным. Ну это писал-то, я плевать-то. Это такие же люди. 900 лет, как будто следует с места. Я подам, ну а я как буду жить-то. Вот я сразу пример. У меня примеры говорят море. Отец пастивы гоняет, овечек. Овечек 1200. А они где, вот где Павлов дом здесь, а дальше туда, в переулок-то, там овечки расположены. Там две собаки бегают, друг друга не достают, правда. И он уже отец, палочка у него, это баник называется, от березы вырубил. Так вот, если я благополучно не потеряю ничего, половина барана отдаю бабушкам. Она на конце потеряет какие. Жили беспризорные какие-то, никого ранее не было. Они две или три бабки. Пол барана своих-то, семья, десятеро детей. Осенью кончилась, ничего и потери нет. Отец отрубает половину, отнесите им. А сказать, что он крепко верил, нельзя было. Это очень полезно. И хоть маленько тебя разбудит, и все проспишь. Поехали дальше. Бог говорит, может обогатить вас столько, что с избытком можете совершить всякую благодать, то есть всякую милости. Итак, подавайте щедро, чтобы милости ваше всегда и всегда приумножалось. Видишь ли, не богатство просит он, но довольство. Говоря же это, показывает, что не принуждает и не приневоливает их подать от недостатка. Чтобы потом не имели довольства. Вместе с тем, научая, как должно пользоваться дарами Божьими, говорит, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. В благах телесных, говорит, желаю вам довольства. А в благах духовных, ибо это значит слова, всякое доброе дело. Избытка, чтобы не только с избытком были милосердны, но чтобы усердно делали всякое благоугодное дело. Вот смотрите, как заботятся о будущем. Наши пасли. А отец на память знал вещи, что пасли мои коровы. И в это время корова камолая. Камолая, когда рогов у нее не видать, оно там под кожей вот так только сходится. И какая-то корова пристала. Ну, пастухи узнали. Дядь Тихон, откуда у тебя корова-то такая? Говорит, два дня назад пристала. Где-то потерянная была. Так мы ее сейчас отделим отдельно-то. Зарежем, поделим и все. А если хозяйка какая-нибудь. Да какая хозяйка? Это уже две, уже два дня и нет никого. Проходит почти неделя. И женщина какая-то, так сказать, вот тут села рядом были, приехала. А у нее, кажется, шесть ребятишек. Я сейчас так уже не все помню. И она говорит, а вы пасете здесь все время один и тоже, один пасу. А была ли у вас такая корова, называют. Как она выглядела? Она говорит, камолая. И у нее большое пятно на боку, так интересно, круглое. Отец говорит, сейчас я в ногу загоню, а мы сверху посмотрим, что ее туда видно будет тогда. Увидала она, что Маша, Маша, а корова прямо к ней. Отец говорит, не выдержал, прослезился. Но вообрази, что мы съели ее. И что дальше было бы? А в то время советская власть потеряла. Нет, платить, значит, срок. На детей не смотрят. Вот так. А как не смотрят? А очень просто. Выступает бывший прокурор Гущин. И его воспоминания. Прокурор края. И вот, говорит, только там наступило 2 августа, день пророка Ильи. Мужиков-то забрали. Куда-то отправили, кого как. А скотина-то теперь, она привыкла на матюгах-то. Она не слушается. Бозят на быках. А женщины и говорят, она и Нюра звать, это Анна. А ты заматерись, как мужики-то, а все накопнили. И он послушается бык. Так бык-то при чем? Это Сталин все забрал, людей наших-то. Его надо материть. Кто-то пересвиснул в район. И уже к вечеру ее арестовали. А у нее на изъявление, ей уже 16 лет самостоятельно. Еще трое братья-сестеренки. Так, отвезли туда. Вы говорили, говорила. Ну а почему? Ну почему? Она ничего не знает, деревенская. Вы с Калманкой или где-то здесь. Суд идет, приговорили к расстрелу, расстреляли. Это нельзя не верить, потому что документ показан, число, каким. И прокурор края гущий. Вот как было. Сказали, от этого где-то что-то изменилось. Да никто не слышал. Сказали-то, все навозили там в степи где-то. Пришла домой. Она, я думаю, как вот уже Даша догадывается. Взяли, а все на ее. Кормила она этих ребятишек. Сколько-то там в огороде растет, там солнце жарит. Я так думаю. И она говорит, да у меня, тебе-то не надо ничего. Тебе надо думать, как выбраться. Да я что, я же никого не брала, ничего. Сейчас воровала или что. Она ничего не поймет. Ее поддержали сколько-то. Это высшее мерное наказание. Я когда считал, даже не поверил. И фотографии ее. Из-за этого власть положили сколько. И она сама с собой ушла. Власть как будто никогда не была. Никто не стрелял их. Никто не смещал. Просто открыли его лицо. Показать лицо социализма, как Горбачев говорил. Показали там чудовище. Неописуемость страхи лад. И все кончилось. Молча все развалилось. Республики отскочили. А говорят, как? Союз нерушимый, республики свободных пели. Нерушимый? Порушилось? А почему? Жестокость. Нечеловеческая. Притом ни за что. Совершенно ни за что. Поехали. Девятый стих. Как написано. Расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вех толкования. Выше сказал изобилуйте. Подтверждение сего пребывает свидетельство из пророка. Расточил, ибо слово это указывает на щедрость и избыток. И хотя поданного нет уже более, но правда, то есть человеколюбие, называют его так потому, что оно оправдывает человека и разрешает грехи. Пребывает вечно, и здесь, и там. Вот почему милостивый бывает любим всеми, а потомки его бывают любимы грядущими племенами. Вот смотрите. Я смотрю, у меня хорошо видать флаг колеблется. Можем сказать, флаг не сильно истрепанный. Так. И вот я сколько говорил, да меня никто нигде не говорил, что он означает. За всю мировую историю, независимо от конфессиональности, национальности, политических взглядов, национальности, этот флаг единственный проповедь, рождается в крови. И не боком, как Марсельеза в Афранции, а именно кверху. Дальше земля, вот она земля, вся она кровавая. Дальше небо, думайте о горнем. И третье. В 21.10 откровение. Увидел я великий белый престол, и сидящий на нем, от лица которого бежали небо и земля. И не нашлось им места. Я говорил это. И только недавно у меня открылось, что верхняя часть теперь будет ползти вниз и сделается все. Бежало небо и земля. Если то небо, а то земля все исчезает, остается одно святость. А так, российский флаг. Так, по порядку, родился, но какой бы ни был нации, какое бы я расповедание, ты родился, крови, крови. Везде борьба идет, войны. А дальше деревни народы тоже понимали, думая о загробной жизни. Твори добрые дела. Вот о чем мы сейчас считаем. Это синее небо меня так манит. Знаешь, что там мой Спаситель Христос. Все это мир бесследно канет, в небе не будет мести и угроз. И дальше. И бежали небо и земли. Я не обращал внимания этой. Бежали. Им не нашлось места. То есть, все занимает теперь. Вот как будет у нас. Конечно, на земле не увидим белый флаг. Белый флаг, это когда сдаются разные простыни, сдаются в городах, показывают снимки, где. Я никогда не включал, а тут прям совсем недавно я только увидел, что расползаясь, бежали. Мне приходилось в очень больших собраниях военных, а у каждого офицера триколор называется. Я говорю, а что означает? Ни один не может говорить вот это, такое-то там было. Другие говорят, это власовский флаг. Нет, это проповедь. Всемирная проповедь. Начинай флаг объяснять. У меня проповедь началась, теперь мне легче говорить. Я из этого флага сотням и сотням офицеров рассказал. А слово бежал не говорил никогда. И так понятно. Я говорил только сейчас, что есть. А что оно съедает, удавляет? Бежало. Бежало небо синее и бежала земля. В таком порядке от белого идет. Интересно? Вот слово бежало, я его даже не касался. Ну бежало, исчезло там. Нет, оно здесь исчезает. Небо и земля. А оно небо и земля. А как по-другому? А по-другому никак. Не надо. Вот я говорю, а что это означает желтый свет на Украине? Ну зерно, бывают подсолнухи. Ну подсолнухи. Ну а другой не подсолнухи, а учителем работает. Не одного подсолнуха нет. Еще что-то. Речь идет о глобальном отношении к жизни. Кровь, заботься о Вышнем, помышляя о Горьем и Великий Белый Престол. У немцев там черное есть. Это русские добыча угля, промышленность. О, волнистая. Это всемирная владыча Самарея Германия. Это, сказать, Англия. Вот. Звезды. Это штаты Америки. Ну штаты Америки, а какое ко мне отношение имеет? Никакого. Здесь ко всем живущим на Земле. Вчера, позавчера, тысячу лет назад от Адама. Это флаг. Неменяемый. Ну, чтобы этой курицы не было только там. Нарисовали какую-то больную с двумя головами у Родины. Вот там у вас, в переходе в школу, всем ученикам рассказывайте, русский флаг не объяснимый по-другому. Никак. Я говорю, ну объясните, да, притом горизонтально кверху идет, по вертикали, равное от кущины. Пошли. Девятые, десятые стихи. То есть, хотя вы много пожертвуете на дело Божье, а у вас все будет, будете сыты и никуда ничего не денется. Толкование. Этими словами просит им и плотских, и духовных благ, и подтверждает слово своим наглядным примером земледелия. Ибо если засевающим землю Бог подает семя, и питающим тело доставляет пищу, то тем более возделывающим небо и питающим душу. В словах, да подаст обилие посеянному вами, говорит о чувственном богатстве, которое, чтобы сделалось сеянием духовным, советует подавать бедному. Ибо через это возрастает в нас всякое доброе дело и обилие правды. Почему и говорит, и умножит плоды правды вашей. Заметь здесь, что он вводит Бога, дающим нам не суетные наслаждения, но пищу. Ибо говорит, и хлеб в пищу. Тоже находится у Исаия. 55 глава, 10 стих. Да. Вот есть люди, которые собирают, вот у тебя я гляжу красиво, разреши, грязь. Посмотрите, какая. Сколько здесь разных. Синие, красные, вот эти пятнышки где-то. Это насекомые. Там потихоньку, чтобы не упало. Сколько таких бабочек. Люди коллекцию собирают разные. Это удивительно какие. А вот вертолет, как летает где, это стрекоза. Длинный какой, хвост, ты можешь потом уйти. И вот когда ты посмотришь на все это, сам Соломон не одевался в такой славе, как святые у вас тут растут. Заходишь, когда воедут и все смотрят. Вот надо научиться во всем, во всем видеть. Удивительное, что Бог делает для нас, показывает. Это проповедь. Ты увидел это дело и сразу вспомни Соломона. Идешь по дороге, неладно. Припомни, житя святых что-то. Мы с детьми были, идем, там за молоком ходили на разъезд тогда. Дорога. Кто знает дорогу? Как по-другому называется? Не знает как. Путь. А еще как? Начинает думать. А где про это писание нет? Ребенок начинает думать. И не просто здесь отмолотил. А он идет делать так. Я есть путь истинной жизни. Евангелие Теана 14,6. Ну, когда тебе. Евангелие Теана 14,6. А взрослые иногда верующие дальше не знают. А теперь каждое слово объясняю. Вот если Господь позволит, то в следующий раз я буду говорить. Там, говорит, имеет отношение. Так. Верующий. Так. Кто ходит во свете, как он во свете. И. Второе какое сегодняшнее. И имеет общение. Да. Вот это вторая сторона космоса. Должны быть встречи, должны быть беседы, изъяснения, нужда. А вот мы на днях только получили это известие. Тут во одних знакомых. Там бракосочетание было. Вы знаете о ком. Как постепенно. Сначала объявляли. Потом было как. И сфотографировали. Шесть человек. Я вчера запрос сделал для книги. Фотография очень хорошая. Там отец Геннадий с женой с той стороны тоже с женой стоит. И посередки молодые. Вот если бы Господь не участвовал в этом, никогда бы этого ничего не было. Тем более я знаю предыстории. Это все от Бога. Условия были поставлены трудновыполнимые. И Господь так все сделал. Я знаю еще, когда этот человек имел наклонность к другой вере. Казалось, мы давно знакомы. А с другого больше с отцом. Мы молились об этом. Благодарим Бога. Пошли. Одиннадцатый стих. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Полкование. Снова показывает, как должно пользоваться богатством и говорит, что не должно зарывать его землю, но иметь на всякую щедрость. То есть делиться им щедрость. Но так как многие находят щедрость в блудницах и лицедеях, то говорит, я разумею ту щедрость, которая приносит Богу благодарение. И не только благодарение, но многое другое, о чем говорить далее. Чтобы, показав многие добрые последствия щедрости, сделать их более усердными к ней. Видите, тут где я выделяю слова особо, чтобы потом, а потом эти слова должны быть здесь. Вот они мне. Комментарии дают, а слово несколько раз повторяется. Ничего тут моего нет, я просто выделяю его. А отношения разные. Другой говорит, я прямо делал, ну вот у меня 319 комментариев. Я только ищу комментарии. А епископ говорит, я когда вижу комментарии, я сразу перешагиваю и дальше мечтаю. На один из вот же, на одно и то же действие, действие очень различное. Один думает, как это на деле выполнить, а выполнить очень непросто. Просчитал сейчас, неделя прошла, там занятия было, спроси, о чем занятия были. Ладно, тут такая тема большая. Поэтому все время требуется повторение. Коснулось я это место выделил крупно, а потом это место несколько раз говорю, и это остаревается. Говорю, опять это слово вставилось. Давай заканчивай. 12-14 стихи. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. Ибо, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за покорность, исповедуя Вами Евангелию Христову, и за искреннее общение с ними и со всеми, молясь за Вас, по расположению к Вам, за преизбыточествующую Вас благодать Божию. Толкование. Дело служения сего, говорит, то есть помощь имением, делает многое, ибо не только восполняет нужду братья, но и избыточествует, то есть доставляет им более нужного, и многое благодарение вызывает в служении это свидетельство о служении человеколюбия. Они прославляют Бога за то, что Вы так покорны Евангелию, что Вы исполняете повеление Его щедростью. Ибо Евангелие учит милостыню, и иначе прославляют они Бога за простоту и доброту Вашу, изливаемую не только к ним, но и ко всем верным бедным. Ибо они не завидуют, подобно другим нищим, но благодарят, что подаете и другим, что служит признаком великой добродетели их. Поэтому столь независливым и столь добродетельным должно подавать с большей щедростью. Кроме того, еще молится о Вас, как бы удостоится видеть Вас не ради имения, но ради благодати Божией, с изобилием данного вам. Опять дело милостыню называют благодатью, приписывая все Богу, чтобы они не возгордились. Словами, преизабыточствующую, благодать Божия побуждает их сделать щедрость свою еще, свою боль обильную, чтобы не произошли и не победили их другие. Комментарии Игнатия Тихоновича. Какие похвалы благовестию? Чего лишилось православие, заменив благовестие богослужением на непонятном языке? Коротко. Один обратился, тут проповедовали, стал баптистом, был баптистом, а стал православным. Короткое время прошло, стал священником, теперь у него дети подросли, жены священников где-то. И видя, как крещение совершается, он ко мне приехал и говорит, они меня упрекают и говорят, какого счастья лишил у нас отец. Мы не помним это, что с нами когда было, смотрят, как крещение идет, как поздравляют, как они умеровали. Мы всего этого лишены, мы не скрываем этого. И он сидит, голову опустил, и я говорю, и что? Надо объяснять, по разуму, по действиям по Библии мы правы, а по разуму мы не правы, потому что Библия на первом месте ни разу держится. 2.11 Колосянов говорит, что мы обрезаны обрезанием нерукотворенным. Обрезанием называется, быв крещеным Иисуса Христа. Если мы крещеные, а ребенок крестился восьмой день, 12-е Бытие говорит, то было только один, у нас все правильно. Так он не понимает ребенок, не надо понимать. Уверовал он и весь дом его. Говорит, что евреи все были бездетные, нет основания. Стражник, когда они воспевали, обратились в 16-е Деяние, говорит. Крестился сам и весь дом его. Весь дом, ну это ковщик, дети не бросаются. Но главное, что вот этот стих Колосянов говорит, что мы обрезаны. У нас спросили людей, а вы обрезание получали? Духовное? Нет, 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 нет. Обрезание это так вот. Обрезаны, Павел говорит, быв крещеным. Прямое. А тогда восьмидневные. Ну а если тогда не обрежут, никто не уговаривает, ничего уговаривает. Да будет истреблена та душа из народа. Так вопрос снятый, да тебя никто не будет спрашивать. В этот же день его убьют. Это нам законы свои неизвестны. А у людей были другие законы. Мы говорим, самое сильное государство было Спарта. Как они определяла комиссия? Ребенок родился месячный. Его представляет комиссия. Смотрят у него там, ну видно, что ненормальный. Проверить еще месяц. Вместе посмотрели, он еще никуда. И дальше ищели, ищели, бросают. Никого больных не было. А дальше учат. И вот экзамен сдавать. Экзамен никто так не сдавал, как Спарта. Ну кончил все институт. Спецназ. Раздевается до нитки. Забор, и через забор его выкидывают. Вот, явишься через год. Посмотрим, на что ты годин. У меня денег нет. Он заранее знает. Ни денег, ни платья, ничего нет. Вот оденься, обуйся, устройся. И через год придешь, дашь экзамен. Как интересно. И человек тогда усилия все напрягал. А не ждал, какая погода будет. И не жди, что будет лучшая погода. Вы поете на костре. Я не говорю, правильно, неправильно. Но когда он остановился в ущелье, если их там было 100 человек, то армия 100 тысяч пройти не могла. Горы трупов. Но они не пропустят. Вот немцы, когда брали в плен, многие остались живые. Коммунисты, евреи, цыгане сразу выводились. И сразу тут же, первый день расстреливались. Это у Шолоха написано об этом. Судьба человека. Определенно фильм показан про это. И что? А русские тоже кое-кого не брали в плен. А кто СС? А его? А подними руки вот так. Вот он поднимет, а вознесет у него татуировка. А что он принадлежит СС? Им-то это делал Генри Геймер. Не думали, что так будет? А сразу на левой руке подмышкой у него выколото, что он СС-овец. Сразу расстреливали. А они не сдавались, как правило. Туда брали самых рослых. Самое лучшее оружие, лучшая техника. Все шло. И где крайне было невыгодно, советские двигатели вперед, скорее бросали части СС. И все остальное было. А к чему говорите это? Я к тому говорю, что у нас свой знак. Мы христиане. Пятиться нам некуда. С нами Христос. А Господь смотрит, на что мы способны. Сегодня так, завтра все переменится. Сегодня вообще смотришь, что делается. Везде там отнимают, там, даже говорить страшно где-то. С нами Бог. Да к нас всего несколько, большинство там, где Бог. И все. Положись на Господа. Тебе нужны примеры. Примеры Библии переполнены. Кто думал, какая победа придет через какого-то пастушка. Все. А у него оружия нет. Он оделся, походил, не могу, стесняет. Ему не нужны эти портупеи. У меня сумка, если там пять голышей лежит. Обыкновенная прощает, точно в лоб. Обыкновенная прощает. Обыкновенная прощает. Подскочил. У него меч, его же меч. Его мечом отрубил голову. И филистинские войска покатились назад. Страх напал на всех. Если какой-то пацаненок, самого главного богатыря сразил. А вот как смеялся. Что я, собака идешь? Ты хуже собаки? Идешь с палкой на меня там. Так, заканчиваем. Пятнадцатый стих. Благодарение Богу за неизреченные дары Его толкования. Даром называют благо, бывающее от милостыни, как подающим, так и принимающим. Или напоминает о благах, которых мы удостоились через воплощение Христа, говоря, как бы так. Не думайте, что вы делаете великое дело. Благо, полученное нами, от Бога неизреченное. Что же великого в том, что мы подаем малое и брендное? Вот смотрите, обыкновенное дело. Помощь оказать, какое послание. Глава за главой. А у нас на эту тему, если как, ну где-то один батюшка собрал. Он сейчас где-то был, батюшка, вот недавно ездил там. И там у одного священника, 17 что ли, я не знаю, как это цифры, детей разных взял. Им платят, вот надо деньги собрать. У нас батюшка собрал 136 рублей, что ли. Нет ничего. А зачем он их брал? Государство очень много там платит. Ему по-за глаза хватит. Некоторые берут, набирают, а на счет этого живут. И что? Ничего. Поправьте со своими. А не так, что я возьму, а вы платите. Ну и никто тут из потеряки переделит. Я расширился. Почему они не нуждаются? Я смотрел корпус. Как они там делали, видели фильм корпуса. Близо Рубы стояли на границе. Там священники несколько храмов построили. Ну и там занимаются детьми. Слепом было не мы. Зараженной спиртом вот такое. Ну, не понравилось. По одному делу как-то коснулись. И я их поддержал. Поддержал. Но не одобрый. Я его сказал, что в данный момент патриарх был здесь, куда. Они не стали поминать его. Что он в Гаванне там встречался. Ну и что из этого? Да дело в том, что я их сам раз спрашиваю. Скажите, у румынцев ли вас есть? Есть. А украинцы есть? Белорусы есть? Русские есть. А пусы идут? Какие? Ну, чтобы люди шли и проповедовали? Нет. Но разбить упало два уже миссионерского общества. Румынам к румынам. Украинцам к украинцам. И они меня сразу выкинули за вас. Больше ничего не было сказано. Как будто у нас не было хороших отношений, ничего. Один пришел к Богу. Какая-то секта такая заковыристая. Юрий, мать его. Жена иконы пишет. Сам принял крещение. Полное погружение. Город Ярославль. Я после него возвращаюсь. Он меня в черный список занесу. А переписка-то вся сохранилась. Она в форме. Ни одного замечания не было. Настолько хорошие отношения. Я знаю. Я не осуждаю его. Дело в том, что он сразу спрашивал, как можно стать священником. А его одно условие поставили. Он его выполняет. Чтобы никакой связи со мной не было. Притом это уже не один раз. Ну а теперь как? Теперь я не знаю. Он же пришел и им говорит. И это никакой роли не играет. Ненависть все побеждает. Ненависть, недоброта. Но они что-то имеют. Ничего они не имеют. Раз они не знали. Ну где-то слышали, считали. Он говорит. Через меня вся переписка. Как он такой-то дождь исполнял. Как какой-то диакона. У тех святанцев там. И как он пришел. И фотографии идут, как он крестится с сыном. У него как-то один сын. Ну все, все благополучно. Хотел стать священником. И сразу ведет на испытание. А раз такое делают. Мне этого ущерба никакого нет. Он на душе все равно отвечает. Он не просто, а чадо. Так мы когда считаем. Когда архиепископом поставили в Болгарии. Феофилакта. А там столько ереси. Описывает он сам свою биографию. Это невозможно было. Ну Господь вывел его. Видишь, стал архиепископом. А был диакон. Все на этом. Спасибо. Сестра Людмила Анатольевна. Поблагодарю тебя Бога. Отец нашим детям. Поблагодарю тебя за эту возможность собираться. И не концу радость. Поблагодарю тебя за тихое мирное время. Научи нас быть не только слушателями, но и сломительными слов твоих. Благослови, кто находится в пути. Полящих посети. Не остави нас милостью твоей. И провели милость на детей наших. Хвала тебе, любящий Господь. Честный поклонение. Отец, Сын и Святой. Аминь. 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 Спасибо, Господь.